У нас бабушка лежачая, мы не могли ее спустить в подвал, не было на стене возможности, надеялись, все, но из-за того, что поделась, она просто угорела, она не смогла встать, она угорела, на сутки не выпускали из квартиры, из подвала, ходили, стреляли, все, обстреливали, а потом через сутки уже подошла, когда было ДНР, подошли мальчики, у нас там мама лежала, они сказали, давайте мы спустим в подвал, побежали ребята, пришли, она горячая, думаю, она вроде как живая, может она в коме, начали пульс спроводить, нет пульса, а это оказывается просто температура, потому что горела, пол был горячий, трое суток был пол горячий, потому что квартира выгорела, ну все, бабушка наша умерла, потом не смогли на первый день похоронить, на второй мы тоже не могли похоронить, потом под пулями копали, не глубоко мы выкопали эту манилу. В общем, лишь бы не оставалась она на улице, мы перегородим ее, конечно, привезем, куда она хотела. У грабителей украинцев ничего не получается, они не понимают жизни, они одни воры, мы ждем только ДНР, и все. А здесь были украинские военные? Были, двери раскурачили, у меня дверь открытая, на проход, кто хочет, тот и заходит. Вырвали замок с двери и все. Они как собаки выглядят, из-за угла и стреляют. Очень надежда и ждем, что будет хорошо, мы были Донецкой области, это наша область, и мы будем жить хорошо, мы только надеемся на ДНР. Спасибо.